Трехсторонняя контактная группа 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 об этом ваших коллег-журналистов. Потому что как бы об этом не говорили представители трёхсторонних контактных групп, как бы об этом не говорили представители власти, ну, в публичном пространстве, донести это массово до людей, которые находятся на оккупированной территории, крайне тяжело. И если не подключаться к этому активно общественные деятели, СМИ, и не будут все заниматься этим вопросом, донести там людям информацию будет крайне тяжело. Более того, власти же не очень доверяют. И не только на неподконтрольной территории. Ну, что греха таить, и здесь-то не очень власти доверяют. Не только это, и всем властям, которые у нас были. Поэтому общественным деятелям и журналистам люди доверяют больше. Поэтому я считаю, что вот то, что вы делаете, донося информацию, это очень важно. Очень. Татьяна, а вот тут еще один вопрос. Давайте вернемся уже внутри нашей страны, внутри подконтрольной правительства территории. Ведь очень много людей, в том числе и общественных активистов, которые себя так называют, из их уст также иногда бывают фразы, слова о том, что это Украина обстреливает, это Украина во всем виновата. Я не буду говорить журналисты каких телеканалов, некоторые телеканалы уже закрыты, но все равно. Вот как с этим быть? Реально ли все-таки призывать говорить правду? Или может быть за это какая-то ответственность, административное предупреждение? Ведь потому что это же все в информационной безопасности нашей страны. Пропаганду во все времена никто не отменял, и пропаганда, особенно политическая, она была, есть и будет. Меняются формации, меняется строй, а пропаганда остается. Поэтому бороться здесь только можно одним способом вводить какую-то ответственность за такую пропаганду, если от этой пропаганды есть реальный вред для государственности, для жизни людей, для здоровья людей. Вот если от нее, от пропаганды, пока пропаганда не имеет какого-то вреда, ну, есть она, ну и есть. Как только она становится опасной, нужно вводить ответственность. Естественно, ответственность должна быть. Татьяна, и последний вопрос уже на завершение нашего разговора. Скажите, пожалуйста, следующая встреча в рамках контактной группы трехсторонней. Когда она планируется? Планируется ли? И какой вопрос самый важный, конечно же, будет подниматься? Сегодня было заседание под группу трехсторонней контактной группы. Завтра будет заседание трехсторонней контактной группы. Поэтому завтра это последнее заседание, которое будет перед пасхарными днями. И все основные вопросы, я думаю, будут решаться завтра. Спасибо вам большое. Спасибо, что нашли время присоединиться к нашему эфиру. Берегите себя и информируйте, конечно же, обо всем, что происходит в переговорах трехсторонней контактной группы, потому что об этом важно доносить людям на временно неподконтрольных территориях. Режиме тишины на Донбассе говорили с Татьяной Ивановой, юристкой, представительницей Ордло в трехсторонней контактной группе от Украины. Хотите получать важную информацию? Тогда подписывайтесь на наш телеграм-канал, ютуб и фейсбук. Там очень много полезного контента для вас. Спасибо, что доверяете и помните, Украина наш дом. Редактор субтитров А.Семкин